Уход западных кинокомпаний с российского рынка стал ударом не только для миллионов зрителей, но и для показчиков, не успевших оправиться после пандемии COVID-19. Только по итогам 2022 года выручка крупнейших киносетей упала практически в два раза. В надежде удержать зрителей, владельцы кинотеатров начали искать самые разные лазейки. В прокат вернулись старые фильмы, лицензия на которую уже была получена. В некоторых городах залы кинотеатров сдавались в аренду под так называемые киновечеринки. Ну а кто-то включал зарубежные фильмы в рамках предсеансового обслуживания к отечественным кинолентам. Со временем схемы показа зарубежных киноновинок наладились. И хотя такой способ показа фильмов, с одной стороны, кажется не очень легальным, с другой стороны, право на жизнь он имел. Нелегальность в чем заключается? В том, что неправильно взята копия, и у него нет проката настроений. Но все налоги, все зарплаты, все, которые платежи должны быть во все структуры, они оплачивают. Потребность в лицензировании зарубежных кинолент постоянно растет. Те западные киноновинки, которые сейчас мы видим на больших экранах, в большинстве своем копии из других стран. Но почему не все фильмы до нас доходят? К примеру, те же нашумевшие «Барби» и «Опенгеймер» в России в день официального релиза не вышли. Стоит ли их вообще ждать? Эта схема раскрыта. Люди, которые помогали нам, нашлись дистрибутационными компаниями, студиями, производителями. И что сейчас будет, никто не знает. То есть официально, неофициально, официально «Барби» и «Опенгеймер» в России в кинотеатрах не будет. В сентябре это будет цифровой релиз, то есть на стрим-площадках. И только после этого будет кинотеатр. Возможно. Это еще обсуждается, потому что есть много сложностей. И кинотеатры не хотят показывать фильмы, которые качеством уступают. Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Дованков направил обращение к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением принудительно лицензировать зарубежные фильмы. По его словам, это наиболее оптимальная мера поддержки. Между тем, представители творческих профессий отмечают, что ситуация складывается неоднозначная. С одной стороны, принудительное лицензирование может поддержать отечественные кинотеатры. С другой, создание фильма – это огромный труд. И здесь уже всплывает этическая сторона вопроса. Мне кажется, что принудительное лицензирование фильмов – это довольно опасная штука, которая хоть и может в первое время поддержать материальное состояние российского кинопроката, но в дальнейшем может нести в себе неприятные последствия, так как многие зарубежные компании, которые до сих пор работают в России, они могут просто уйти из-за этого. Мне самой очень интересно было бы посмотреть зарубежные фильмы в кинотеатре, но я понимаю, что если они выйдут именно таким способом через принудительную лицензию, то это не совсем этично, неправильно по отношению к создателям. Я думаю, что нет смысла говорить про какую-то этику, потому что, по сути, все фильмы, которые выходили в последнее время в российских кинотеатрах, выходили там нелегально. И сейчас ситуация сменилась только тем, что российским кинопрокатчикам просто запретили пиратить уже пиратские фильмы. Все киноленты, которые вы видели в последнее время, выходили за счет того, что их записывала казахская компания. Они это делали примерно за 100 тысяч рублей в неделю, поэтому такую запись себе могли позволить только крупные города России и крупные кинотеатры. Специалисты отмечают, что поддержка государства – это, конечно, важная составляющая. Но при этом, если такая инициатива будет реализована, правообладатели в конечном итоге все равно должны получить свои деньги. Я считаю, что на данный момент все-таки государство должно взять на себя ответственность, открыть компанию государственную, которая будет брать на себя полностью ответственность и гарантию того, что хозяева фильмов будут получать свои деньги после снятия санкций. Это устроит всех, я считаю. И все же, с чем связана необходимость в показе зарубежных кинолент? Дело в том, что к ним зритель уже привык. За последние десятилетия у многих в сознании сложилось впечатление, что отечественное кино уступает по качеству западному. Сейчас же зритель стал разборчивее, потому что выбора у него особо нет. Зритель стал еще умнее. Мне это очень нравится. И вот сейчас на обычные фильмы проходники не затащишь. То есть зрителям сейчас интересна история совсем. То есть они стали разбирать, кто режиссер, чья команда, а интересно ли им смотреть вообще эту историю, или они могут дома посмотреть. Вместе с этим представители творческих профессий отмечают, что многие интересные и качественные отечественные фильмы остаются на фестивалях, так и не добравшись до больших экранов. Вероятно, именно они могли бы помочь привлечь аудиторию к российским фильмам. Но и здесь все не так просто. Дело не только в репертуаре, но и в сознании людей. Та же история и с другими зарубежными фильмами. Из Китая, Японии и Африки. Там можно найти действительно интересное кино. Однако есть один нюанс. С этими странами у нас сильно разнится менталитет. И к такому кино нужно будет еще привыкнуть. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс.